Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Шмине. В ней, после скорбной истории о Надаве и Авигу, много места занимает перечень различных животных и существ и их признаков, чтобы отличать нечистое от чистого животного, которое можно есть, и от животного, которое есть нельзя. В связи с этим, дорогие друзья, возникает вопрос, чем по сути отличаются разрешенные в пищу животные от всех остальных. Давайте попробуем разобраться. Одна из причин этого состоит в том значении, которое диетические законы иудаизма и имеют для нашего законодательства и для повседневной жизни. В изгнании наш народ был лишен возможности исполнять многие заповеди Торы, однако законы о кошерной пище, дорогие друзья, неизменно стояли в центре нашего внимания. На эти вопросы пытались ответить по-разному. Некоторые полагали, что мясо запрещенных в пищу животных просто вредно для нашего организма. Действительно, в свиньях, например, водятся черви, и тот, кто ест недоваренную свинину, рискует заразиться различными заболеваниями. Но если бы было бы дело только в этом, Тора могла бы запретить свинину, не свинину, а дать гораздо более практическую рекомендацию, подвергать ее, например, тщательной обработке перед употреблением пищи. Но Тора указывает нам два признака. Первое. Чистое животное должно обладать раздвоенными копытами. И второе. Оно должно быть жвачным. Что же означает понятие копыта и жвачка в душе каждого из нас? И всех творений человек единственное, у которого голова всегда выше ног. Конечно, есть и среди животных те, которые ходят, так сказать, с высоко поднятой головой. Однако им приходится нагибать голову к ногам, чтобы поесть или напиться. А у человека эта особенность сохраняется и тогда, когда он ест или пьет. Дистанция должна быть не только между головой и ногами, но и между ногами и землей. Этим изолятором и является копыта, символизирующая элемент скромности и твердости в отношениях с материальным миром. Однако Тора учит, что копыта кошерного животного должно быть расщепленным или раздвоенным. Что означает, что хождение по земле, взаимодействие с земным, должно включать в себя два направления. Об этом сказано в Талмуде. Правая она приближает, а левая она отталкивает. Но самого по себе признака раздвоенного копыта недостаточно, дорогие друзья. Необходимо также наличие второго признака – жвачности. Каждое действие, которое человек намеревается совершить, должно быть как следует разжеванным, то есть обдуманным. Ну и после этого полезно повторно переживать ситуацию, так сказать, и проверить снова и снова, надо ли это делать. И если да, то как мы должны поступать в этом случае, согласно Торе, а лишь затем совершить задуманное. В целом поиск рациональных объяснений заповедей, научных объяснений, почему они полезны для нашего телесного или даже духовного здоровья, обречен, дорогие друзья, на неудачу. Мы имеем в виду, что подобное обоснование никогда не может быть смыслом заповедей. Наши объяснения тут не помогут, если всего просто положиться, легче всего просто положиться на Творца. Об этом и повествует глава Шмени. Кстати, Шмени означает восемь. Что это значит? Число семь соответствует семи дням недели. Первые шесть дней Всевышний творил небо, землю и все, что в них. День седьмой – олицетворение цели творения. Это день духовного творения. Неделя, семь дней – это земной цикл. В наших книгах говорится о семи сферот, семи земных качествах, семи нижних ступенях проявления творющего начала, первое из которых хэсет – доброта. Восемь вносит в мир нечто новое, выводит за пределы естественного порядка, поднимается над землей. Намек на этом можно прочитать в слове «восемь» на иврите «шмоны», «шмини» – восьмой, а в корне которого просматривается слово «шемен» – масло. А слово «шемен» в свою очередь производное от корня «шем» – имя. Об этой не столь очевидной связи говорит царь Шламо. «Тов шем вешемен тоф» – лучше имя, чем хорошее масло. Кугелет 7.1. Слово «шемен» часто используется в значении «благо», а «тов» – благо, которое идет от Творца, который «кулотов» – абсолютное благо. И только он определяет, что хорошо «тов» и что плохо для каждого из его творений. Имя «шем» выражает непознаваемого Творца, а также суть человека. Оно остается и после того, как человек уходит из этого мира. И масло в оригинале «шемен» – понятие, которое тоже выражает сущность. Так, например, именно на суть событий Хануки намекает колено коинов, которые подняли и возглавили восстание за освобождение храма и восстановление служения Творцу Хашманаим. Восемь дней чудом горело масло в миноре, которое они зажгли в очищенном обновленном храме. Масло «шемен» сгорало в миноре, распространяя свет, раскрывая в мире имя Творца «шем». Суть его. Этого и нам всем и желаю. Света, брахава от слаха, много сил и мира во всем мире. Шалом, ваш Равин Капла.